Дождались! С приходом апреля настала жаркая пора в отечественном волейболе, а именно долгожданный старт плей-офф. 5 апреля в 19 часов в Казанском центре волейбола наши девушки из «Динамо Акбарс» примут волейболисток челябинского «Динамо Метар». А мы будем очень рады видеть вас на трибунах, ведь именно ваша поддержка способна помочь команде. Да, приятно, все равно, потому что 26 игр сыграли в регулярном чемпионате, и это все равно определенный рубеж какой-то, поэтому сейчас с новыми силами будем. Позитив идет от того, что победы, и все равно, в принципе, отдохнули, и я думаю, с хорошим настроем, с новыми силами зайдем в плей-офф. Регулярный чемпионат команда Решата Гелезудинова завершила четырьмя победами, которые позволили «Динамо» спокойно сохранить третью строчку в таблице. Выше остались лишь московская «Динамо» и калининградский «Локомотив». Последний круг мы прошли, я считаю, очень хорошо, и всего проиграли две игры, набрали свою форму, уже знаем, кто что может, как вместе можем играть, и уже считаю, что у нас очень хорошая сейчас форма. Соперник по четвертьфинальному раунду определялся в последнем туре, где «Казанская Динамо» одержала гостевую победу над «Енисеем» со счетом 3-1, тем самым не позволив красноярской команде пробиться в плей-офф. Восьмая строчка осталась за «Динамо» из Краснодара. Причем победа над «Енисеем» была добыта без лидеров команды. Королева, Гонсали, Сарабаджеева и Баяндино остались дома в Казани, как и главный тренер команды Решат Келезуддин. «Нормально, хорошо, холодно было, минус 15, здесь плюс 15, здесь лето, там зима. Но ничего, сыграли хорошо, в принципе, выиграли». В итоге соперником по первому раунду плей-офф стала «Челябинская Динамо-Метан», которая можно назвать одной из главных сенсаций чемпионата. Команда планомерно за три сезона проделала путь от худшей команды чемпионата до уверенного середняка и участника плей-оффа, заняв в итоге шестую строчку. А могла забраться и вовсе на пятую. «Хорошая команда, конечно же, я считаю, что, в принципе, вообще в суперлиге все хорошие команды, но в плей-офф остаются самые лучшие, поэтому готовимся, тренируемся, разбираем. Я думаю, то, что, в принципе, мы с ним недавно играли, это, наверное, неплохо, потому что все еще в голове, все задания, то, что мы выполняли, как работа, как на блоке, как в атаке, сохранилось это все, поэтому я думаю, что это хорошо, будем дальше выигрывать, стараться». В нынешнем сезоне команды играли друг против друга два раза, причем последняя встреча состоялась совсем недавно, две недели назад в Челябинске. Тогда «Динамо Акбарс» было сильнее со счетом 3-1, по сути, гарантировав как раз третье место в регулярке. А вот первая игра в Казани в канун Нового года получилась невероятной по накалу. Тем ценнее была победа казанской команды, одержанная на тайбрейке. «К любой команде тяжело с высоких мячей сниматься, поэтому я думаю, что в этом было наше преимущество. В принципе, все последние игры мы очень хорошо подаем, поэтому, надеюсь, в дальнейшем мы продолжим также подавать подачу хорошую и будем за счет этого выигрывать». В составе команды Александра Кошкина мы, конечно же, отмечаем хорошо знакомых нам лидеров коллектива. Это Ольга Бирюкова, Дарья Малыгина и Ангелина Спирскайты, поигравшие в Казани. И при этом не забываем про главную забойщицу Митара, диагональную Жанну Каськову. С другой стороны, любопытно, что выступающие за Казанский клуб Ярослава Симоненко и Анастасия Ануфриенко являются воспитанницами челябинского волейбола. «Наверное, я могу сказать, что эта команда без особых каких-то лидеров. Они просто все вместе очень хорошо играют. У них быстрая игра. Вместе они образуют очень хорошую команду. Можно всех там, ну, диагональную Жанну Каськову можно выделить. Доигровщиков, Двухбирюкову, Спирскайты, Темпов, конечно же, Малыгину, Иргачеву Олю, Связку Ефимову. Ну, опять же, всех могу сказать, что все опытные девчонки и очень хорошая команда. Будет тяжело играть». Старт плей-офф для казанского «Динамо Акбарс» запланирован 5 апреля в 19 часов по московскому времени в казанском центре волейбола. В соперниках челябинская «Динамо Метар», обыграть которая команда сможет лишь при вашей поддержке. Мы ждали этих матчей весь сезон. Увидимся в центре волейбола. Продолжение следует...